Представленный весной в Шанхае обновлённый HVL H9 поступил в продажу в Китае. Рамный внедорожник выпускается с 2017 года и нынешний рестайлинг уже второй по счёту и более масштабный. Модернизация затронула внешность. Отметим переднюю часть с более узкими и полностью светодиодными фарами. Но важнее изменения внутри. Улучшена мультимедиа-система. Экран увеличен с 8 до 9 дюймов, обучен голосовому управлению и обновлению по воздуху. Оснащение пополнилось автопилотом второго уровня. Это значит адаптивный круиз-контроль, работающий во всём диапазоне скоростей, автоторможение с функцией распознавания пешеходов и комплекс лежения за дорожной разметкой и знаками. Двухлитровая бензиновая турбочетвёрка по-прежнему совмещена с восьмиступенчатым автоматом, но в Китае отвечает более жёстким экологическим нормам, аналогичным Евро-6. Трансмиссия прежняя, с многодисковой муфтой в приводе передних колёс и понижающей передачей. Задняя блокировка была и прежде, но теперь появилась и передняя. Таким образом, Хавейл станет четвёртой в мире серийной моделью с заводской блокировкой перед К. После Мерседеса Г-класса, джипа Рэнглер и индийского внедорожника Форс Гуркха. Помимо этого, во внедорожном режиме электроники Хавейл подтормаживает в повороте заднее внутреннее колесо, чтобы уменьшить радиус поворота. Российские спецификации пока не названы. Сейчас у нас продаются импортные машины. Но крупноузловую сборку уже налаживает новый завод Хавейла в Тульской области. Вероятно, обновлённый внедорожник встанет на конвейер уже в конце года. Дореформенная машина стоит сейчас от 2 миллионов 600 тысяч рублей.